Алексей Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте, Геннадьевич. Алексей Геннадьевич, Тульская область у нас, безусловно, в России занимает хорошие позиции по целому ряду основных показателей. Здесь и рост регионального продукта опережающими темпами двигается по сравнению с другими регионами, многими во всяком случае. Растёт промышленное производство, сихвост-производство, увеличиваются инвестиции в основные капиталы, причём так заметно, просто рост 22,9% за предыдущие 1,5-2 года, хотя в целом по стране 7,2%. Это очень хороший задел на будущее. Объём строительных работ увеличивается хорошими темпами. В социальной сфере отметил бы высокую обеспеченность образовательной инфраструктуры. Ну и, конечно, низкий по сравнению с другими многими регионами уровень безработицы. Есть, правда, и проблемные вопросы, я на них тоже обращу внимание в конце нашей беседы. Но сейчас хотел бы вас послушать, что вы считаете наиболее приоритетным, важным и на что хотели бы обратить моё внимание. Прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Я бы хотел начать с того, что на сегодняшний день повестки состоят для всех субъектов. С доклада по ситуации заболеваемости коронавируса в Тульской области. Мы на постоянной основе проводим тестирование на коронавирус. И на сегодняшний день охват превышает установленный норматив. И у нас есть резерв. И в случае необходимости мы готовы наращивать объёмы тестирования. В регионе заблаговременно создан резервный коечный фонд. При этом мы в исполнении ваших поставленных задач, мы прекрасно понимаем, что сфокусировавшись на борьбу с ковидом, мы не должны обрушить медицинскую помощь, как это было на первом этапе. Регионом сформирован необходимый запас средств защиты для медперсонала госпиталей, где проходят лечение больных с коронавирусом. Это все необходимые номенклатуры, все позиции, которые работают люди в красной зоне, которые выделены каретой скорой помощи для доставки больных. И на сегодняшний день запас в регионе именно по этому направлению составляет в непрерывной работе порядка запаса на... У нас запаса сформирован на три месяца по всем позициям. С учетом имеющего опыта и особенностей региона, регион у нас возрастной, мы подготовили план дальнейших действий. На особый контроль мы взяли диспансерную группу 65+. В ближайшее время до она уже начала работать система автоматизированного контроля за данной группой. Также у нас создан, мы можем поделиться с коллегами, виртуальный госпиталь. Это у нас учреждения, которые перепрофилированы, находятся в различных муниципальных образованиях. И мы прекрасно понимаем, что центр принятия решения, это наша областная больница. И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение. И если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу. И координирует эту работу, естественно, Министерство здравоохранения Турской области и непосредственно главный врач Турской областной больницы. С учетом наступивших осенне-зимних респираторных заболеваний, это и ОРВИ, это и грипп, и гибит заболевания, мы начали активно вакцинацию нашего населения. Вы прекрасно знаете, что наш регион это индустриальный, у нас химики, металлурги, оборонно-промышленный комплекс, это все точно в одной агломерации. И мы провели большую работу с работодателями, и они пошли нам навстречу, они закупают вакцины за свои средства, и вакцинация происходит непосредственно на крупных промышленных предприятиях. Ну и, конечно же, эту работу ведем мы и с населением. Я еще раз хочу подчеркнуть и сказать слава благодарности за грамотное, быстрое принятое решение для поддержки экономики. И те федеральные средства, которые пришли, они действительно оказали достаточно серьезное влияние на ту ситуацию, в которой столкнулись все субъекты Российской Федерации. На сегодня около 900 компаний в регионе получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и на выплату зарплаты на сумму 2,4 миллиарда рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3,7 миллиарда рублей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а прощения по налогам за второй квартал 19 тысяч. С первых дней мы находимся в тесном контакте с бизнесом, с нашим, разрабатываем и внедряем инструменты региональной поддержки. И мы в региональном уровне уже приняли 4 этапа мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые оказались в самом таком плачевном состоянии. И это объем у нас составил порядка 3,5 миллиардов рублей. Но здесь не только деньги, здесь и льготы, и субсидии, и беспроцентные займы поставщикам, предприятиям и организациям, которые не попали в федеральную поддержку и федеральный перечень. По количеству разнообразия мер и принятых механизмов для поддержки на сегодняшний день мы вторые после Москвы. Благодаря этим мерам экономика регионная сегодня, вы уже говорили, она демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям развития. Промышленность продолжает показывать рост темпов производства выше среднероссийских. Это порядка 118% за 8 месяцев. Это первое место в ЦФО и пятое место в России. Собрали в этом году рекордный урожай с 1987 года, намолотили 2,5 миллионов тонн зерновых. Три года подряд рост инвестиций у нас составлял порядка 10%. В прошлом году объем составил 178 миллиардов рублей, а доля инвестиций в РП 26%. И это все соответствует с поставленными вами целевыми ориентированиями. Хочу доложить, что с 2016 года общий объем инвестиций в Тульский регион составил 600 миллиардов рублей. При этом мы, конечно, отмечаем и видим спад по инвестициям по отношению к прошлому году. Ну, это причина понятна, но то положение и те мероприятия, которые мы проводим, нам дает четкое понимание, что к концу года мы выйдем на достаточно хорошие результаты, статус-кво мы практически восстановим. Этому активно способствует тот факт, что реализация почти всех инвестиционных проектов в 2020 году активно продолжается, и мы их не останавливали. Мы уже завершили порядка 8 крупных проектов на 24 миллиарда рублей. Это создание более 2000 новых рабочих мест. До конца года запускаем еще 5 предприятий. Это 650 рабочих новых мест. Во всех базовых отраслях, это у нас и металлургия, и химия, появились новые локомотивы, такие вот роста. В прошлом году мы запустили, у нас есть крупное металлургическое предприятие. Он реализовал крупнейший инвестиционный проект в ЦФО на сумму 55 миллиардов рублей, и это уже создано порядка 2000 рабочих мест. И что самое важное, та продукция, которая сходит с этого производства, она востребована в особых географических зонах, где это Арктика, это Акватория, это водная среда по характеристикам металла. В химии предприятия еще кинозод уже открыли новую свою производства метанола и аммиак. Это один из крупных игроков химических, которые, кстати, и по экспорту тоже показывают определенные результаты. Сейчас идет полным ходом реализация с китайскими партнерами. Кстати, вот после презентации, когда я имел честь быть у вас вместе, когда был госвизит с Инземпинем, господина, мы показывали то, что политически уже уходило, а мы это удержали, восстановили. Китайцы с нами сейчас в таком, в тесном диалоге, и вот сейчас реализуется проект на сумму 40 миллиардов рублей, и это создание порядка 350-400 рабочих мест. Это достаточно очень серьезный объем. Результатом инвестиционной политики стало пополнение налоговой базы региона. За последние годы удалось нарастить налог на прибыль в 1,4 раза до 24 миллиардов рублей 2019 года. Это и рост экономики, и конкретно точная работа. Так, в 2018 году компания, известная всем, Проктор энд Гэмбл, приняла решение о переводе налоговой базы на территорию нашего региона. Ну, это такое событие достаточно неординарное. Почему? Для чего? Ну, ответ очевиден, потому что в регионе были созданы такие условия для работы бизнеса, что компания, видя, как мы выстраиваем свою работу, за 4 года инвестировала более 7 миллиардов рублей и создала новых 3 производства на своей площадке. И я был на открытии крупнейшего логистического центра, который они тоже открыли. Это конкретно рабочие места, это налоги. Поэтому инвест-климат для нас, это не только третье место по оценкам России и независимой оценке бизнеса. Но я хочу сказать, что это безусловный приоритет работы регионального правительства и муниципальных властей. Консолидированный бюджет за 8 месяцев вырос у нас на 1,5%. Это 65,6 миллиардов рублей к прошлому году. Мы планировали больше, и цели у нас были другие. Но та ситуация, в которой мы оказались, она немножко скорректировала нашу работу. Но самое главное, что все социальные обязательства перед нашими жителями мы выдержали и будем выдерживать их в полном объеме, который они есть. В то же время я хочу сказать про стройку. Стройку мы не останавливали. Вы прекрасно знаете, и вы такую задачу, когда вы мне назначали, вы сказали, что это одна из самых главных задач, это ветхоаварийное жилье. Мы на 1 октября ввели более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это прирост почти что на 12% к прошлому году. Благодаря вашему решению, вашей поддержке, мы продолжаем работу по предприниманию граждан за аварийное жилье. В 2017 году мы успешно и вовремя, и в срок выполнили первый этап этой программы из аварийного фонда. Расселили порядка 18 тысяч наших жителей. Сейчас активно участвуем во второй программе. И в этом году расселяем 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. До 2025 года планировано рассесть еще 90 тысяч квадратных метров. Но остаются еще 2-3 аварийного фонда, которые не охвачены программными мероприятиями. Здесь уже надо, значит, мы уже разговаривали с профильными министрами. Здесь уже надо уже строить, выстраивать определенную позицию и понимание, как мы будем дальше по этому направлению действовать. При этом, исполняя ваше поручение об увеличении регионального финансирования мероприятий по переселению, мы реализуем свою региональную финансирование. За период 2019-2020 года мы расселяем дополнительно 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И на эти цели мы из регионального бюджета потратили 700 миллионов рублей. В особом председании у нас остается реализация национальных проектов. Большая часть мероприятий и работ, запланировав на этот год, у нас реализуются в установленные сроки и по-другому нам нельзя. По национальному проекту «Демография» в этом году мы открыли 3 детских сада на 560 мест, а до конца года планируем ввести в эксплуатацию еще 6 на 755 мест. А в следующем году, Владимир Владимирович, мы вводим 8 детских садов на 1130 мест. И тем самым мы закроем потребность создания мест для детей в возрасте до 3 лет. По национальному проекту «Образование» у нас строится новая школа на 600 мест. Это уже третья школа за последние 3 года. Ну, к слову сказать, 10 лет школы не строились. 10 лет школы не строились. Вот мы начали эту программу. Кроме этого, Владимир Владимирович, во исполнение вашего поручения, мы в регионе создаем центры одаренных детей. Вы на одном из мероприятий это говорили, обращали внимание глав субъектов. И мы уже, одна такая школа одаренных детей, где уже был первый выпуск, это «Ясная поляна», это гуманитария, естественно, научные направления. Она была открыта в 2018 году, и там обучаются 50 талантливых наших мальчишек и девчонок. Кроме этого, значит, с компанией «Еврохим» мы создаем третий центр физико-математического и естественно-научного направления. Центр рассчитан на 200 учеников талантливых наших ребят. И, значит, в следующем году мы его должны запустить в городе Новомосковский. По у нас проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Те задачи, которые перед нами стоят, мы их выполнили, мы находимся в зеленой зоне, отставания у нас нету, открыли, построены досрочно. Жители областного центра города Героя с даря шестого года этот проект, это восточный обход, который позволил разгрузить транспортный коллапс, нагрузку между двумя центральными районами, пролетарский и центральный. И, конечно же, мы видим это, во-первых, не только комфорт, но, в первую очередь, это и безопасность участников в дорожном движении. Владимир Владимирович, отдельная тема, которая тоже вышла на определенный уровень, и даже на международный уровень. Три года назад вы подписали указ о праздновании 503 Кремля и большой защищенной черты. Значит, за три года мы проделали колоссальную работу. И что очень гармонично мы, значит, вписали в тот объем работ, это те деньги, которые пришли на те мероприятия, которые мы должны были реализовать на это событие, значимое событие. Серьезная работа была по благоустройству Тулы, которая изменилась, облик ее стал современным, но исторически все нюансы сохранились. Это 11 малых исторических городов, которые были реконструированы, и там появились новые общественные пространства, появились точки притяжения. Это также были реконструированы исторические и культурные объекты на их территории, порядка 40. И, что самое главное, пределав эту работу, мы видим интерес малого и среднего бизнеса, который там начинает открывать точки общепита, делать сувенизированные какие-то продукции, развивать другие сферы. Предмет нашей особой гордости – это музейный квартал, который появился в центре Тулы. Мы, конечно же, опять, вы благословили, у нас появилась красивейшая набережная, которая была скрыта от гаража, она принадлежала оружейному заводу. У нас появился музейный квартал, и наша особая гордость, у нас в центре города такой появился кластер музейный. Ну и, конечно же, мы на сегодняшний день, с учетом оригинальных, муниципальных и федеральных музеев, мы в России сегодня занимаем третье место после Питера и Москвы. Тульская область – третье место по музеям. В соответствии с вашими юридическими указами, а также пятью национальными целями, мы уже скорректировали все наши региональные программы развития. Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому будем делать все в полном объеме, вас не подведем, и все показатели, которые перед нами стоят, будем их выполнять. Закончил. Хорошо. Алексей Геннадьевич, действительно, в Тульской области многое сделано в последнее время, и это заметно. Я уже некоторые вещи упоминал, и вы сейчас очень подробно рассказали о том, что происходит по отдельным важнейшим направлениям и отраслям. Я в начале нашей встречи, в начале беседы сказал, что в завершении хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вещи, которые требуют особого внимания, извините за повторение одного и того же слова, в одном предложении, с вашей стороны и со стороны всей вашей команды. А именно, речь идёт о заметном сокращении численности постоянного населения. По этой позиции, вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест. Связано это со многими причинами. Здесь и возрастная структура населения, но не только. Я бы хотел обратить ваше внимание на два обстоятельства. Первое – это, конечно, экология. Ну и понятно, это вопросы чисто объективного характера, большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причём самого разного направления. Это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы выполнять, безусловно, выполнять требования закона, которые предъявляются в деятельности промышленных предприятий. И вот здесь, конечно, велика роль и ваша, как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имею в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, в воду и так далее. Значит, это первое. Второе – это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы достаточно быстро, имею в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек в населении. В Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4. Вот для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание, прежде всего, на обеспеченность жильём, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека. Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и вы мне докладываете лично о том, что происходит. Вы в курсе этих проблем, поэтому прошу вас внимание уделить им такое первостепенное. Так же, как и другой проблеме, которая досталась вам тоже из прошлого, имея в виду сокращение доли аварийного жилищного фонда. Поэтому показатель, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест. И повторяю ещё раз, знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого всё это досталось, требует больших капиталовложений. Прекрасно понимаю, знаю, что обновление идёт, но хотелось бы, чтобы это обновление шло более быстрыми темпами. Кстати, по вводу жилья, в целом комплекс развивается хорошо, но по вводу жилья Тульская область тоже могла бы продемонстрировать лучшие результаты. Надеюсь, что, сохраняя темпы в строительной отрасли, вам удастся решить и эту задачу. Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече договорились увидеться с вами в очном. В общем, в порядке подготовься соответствующие предложения. Вы уже обращались с этими вопросами, я знаю, помню, но нужно этому уделить первостепенное внимание. Всем этим вопросам, они между собой, все связаны между собой, и, безусловно, всё это влияет на демографическую ситуацию. Но в целом, повторяю ещё раз, тенденции очень хорошие, позитивные. Хочу пожелать вам успехов. И при следующей встрече прошу вас доложить мне о том, как идёт работа по этим ключам, очень болезненным, я понимаю, сложным и, в отдельном случае, капиталъёмким проблемам. Но надо этим заниматься. Хочу пожелать вам успехов. Великим... Великим... Великим...